Эдуард Басурин на прямой связи, представитель Минобороны ДНР, делает заявление для прессы. В соответствии с минскими договоренностями продолжает отвод тяжелой артиллерии в зоне своей ответственности. Призываем наблюдателей ОБСЕ прибыть на линию разграничения, чтобы зафиксировать этот факт. Подготовлен и согласован график отвода тяжелой артиллерии от линии соприкосновения, определенных минскими соглашениями. Надеемся, что он будет неукоснительно соблюдаться всеми сторонами конфликта. На Дебальцевом направлении инженерными подразделениями ополчения продолжалось выполнение комплекса мероприятий по поиску, разминированию и очистке от взрывоопасных предметов, жилых кварталов и промышленных объектов в населенных пунктах. Дебальцево, Чернухино, Оленовка, Грозная, Красный Пахарь, Савеловка, Булановская, Александровская. Активно ведутся работы, способствующие скорейшему возвращению пострадавших районов к мирной жизни. Продолжается восстановление электро- и водоснабжения, поликлиник, больниц, детских садов, школ и других социальных учреждений, а также объектов торговли продуктами и предметами первой необходимости. Для мирных жителей развернуты пункты временного размещения, создаются необходимые условия для их возвращения в свои дома. На Мариупольском направлении активности не наблюдалось. По позициям подразделений ДНР ввелся беспокоящий артиллерийский огонь. Наши подразделения на Донецком и Мариупольском направлениях не поддавались на провокации, не вели и не планируют никаких наступательных действий. На территории Дебальцево и его окрестностях нашими подразделениями сегодня было обнаружено большое количество тел погибших украинских военнослужащих. Мы готовы немедленно начать передачу тел украинской стороне и родственникам погибших. Ожидаем от Киева быстрого принятия соответствующих решений в этом направлении. В течение суток нашими подразделениями были также обнаружены в исправном состоянии уже приняты на вооружении армии ДНР 7 танков, 10 БМП и БТРов, 13 автомобилей, 1 артиллерийское орудие, 1 зенитную установку, 15 артиллерийских систем и минометов, около 500 единиц революкового оружия. За минувший день было зафиксировано 46 нарушений, как мы называем тишины. 40 из них пришлось в район аэропорта. Страдал Куйбышевский район, есть один погибший среди мирного населения. Мужчина, 44-го года рождения, по улице Шахтопроходщиков. Скачался на месте от тех ранений, которые он получил во время разрыва снаряда. Хотелось бы еще заявить о том, что каждые два часа вооруженные силы Украины обстреливали позиции, которые находятся рядом с аэропортом. Они не успокаиваются. Замечены были как минометы 120-е, как снаряды 122-е, так и 152-е. Вот то, что как раз и произошло сегодня. Слушаю вопросы. Вопросы, пожалуйста. Первый, который мы будем в Лайф-Люс. Пожалуйста. Сирио, как в Лайф-Люс? Доктор Александрович, расскажите про план ограничения, который был сегодня в Луганске и в Донецке. Я думаю, что мы его предъявим завтра. Там происходит определенное согласование. Если взять меморандум, как таковой, который подписывались главы государств ДНР и ЛНР и представитель от Украины, там есть фраза о том, что отвод тяжелых вооружений производится на расстоянии 50 километров. В старом плане каждая система артиллерийская расписывалась на свои расстояния. Здесь определено, что расстояние 50 километров. Единственное уточнение, что не было раньше, а сейчас оно появилось, это для украинской стороны, по факту, на 15 февраля. Для ДНР и ЛНР это берется точка, которая была определена на 19 сентября. Как будет именно производиться? Я предполагаю, что это будет не одновременно по всей линии соприкосновения, а по секторам, в тех районах, в которых уже есть спокойствие, где нет никакой стрельбы, где мы, в принципе, и стали отводить и показывали мировой общественности о том, что мы выводим часть вооружения, которое превышает диаметр свыше 100 миллиметров. Вот, я думаю, на таких участках и будет производиться в дальнейшем отвод вооружений. И потом миссия ОБСЕ будет выезжать на данные участки и просто проверять, кто выполняет взятые на себя обязательства. Еще вопросы, пожалуйста. Дорогий Александрович, небольшое уточнение, я хочу вам сказать, вот мы три дня назад были свидетелями отвода техники именно на рыбовском направлении, и сейчас вы сказали, что там будут сфиксированы атаки из-за страны. Нет, не атаки. А что это будет провокация? Ну, мы называем это провокацией просто минометный обстрел. То есть, они знают, что там нет уже очень много артиллерии, если вы говорите, то есть они не атаки? Нет, мы просто говорим, понимаете, мы указываем как бы Мариупольское направление, да. Это же не подразумевает, что это именно Мариуполь. Ну, давайте будем называть южное направление. То, что от Азовского моря и, допустим, там до Тельмановского, до Старобежского района. Будем называть это южное. Потому что он с изгибом идет от Докучаевска, там, ну, с тыла, вот эти все районы. Давайте тогда не будем понимать друг друга более понятно. Еще вопросы, пожалуйста. Я. Доктор Савченко, вопрос тоже, да, переехал. И, подскажите, пожалуйста, есть ли сведения, будет ли Украина свое вооружение, если я получил? Ну, мой телефон доступен всем, но мне еще никто не звонит. Спасибо. Еще вопросы. Ну, давайте так. Если сюрприза не будет, значит, не будет. Если будет сюрприз, мы об этом дополнительно сообщим. Чтобы вы понимали, сюрприз именно будет связан с данным планом. Ничего другого. Телефон. Телефон. Доверие просто друг к другу. Одному сообщи, и все будут знать. Спасибо. До свидания. Это было заявление для прессы официального представителя Минобороны Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина.